всем привет хотелось бы рассказать о достаточно потешной битве вот в 3 режиме доминация продолжаю страдать и мучить нурглитов вот собственно говоря концепты которые я понял играя за нургла сначала нужно выводить тяжеленькие небыстрые войска вгрызаться ногтями и зубами в землю вот и потом стараться выводить уже на подкрепу по мере необходимости более специализированные более мобильные войска вот здесь у меня выпал хорн я прикинул что на моем лоу-левеле ожидать чего-то кроме скарсбранда не не стоит скарсбранд минотавры наши все вот скажет бран изграны изданные скачалки из-за злоупотребления я бы сказал вот давайте посмотрим что из этого получается забегая наперед могу сказать что товарищ переоценил морс скарсбранда что в общем-то довольно легко вот и не смог реализовать полностью кавалерию вот соответственно от его слабости мы и сыграли кстати говоря только недавно я смог оценить уз тяжелой пехоты избранных нургла избранных вестников нургла обилку стрельбы вот соответственно давайте посмотрим выстроились мы линеечкой и побежали вперед вот эта тележка святилище нургла его несут два особенно толстеньких вестника нургла она хилит хилит не сразу а стакается соответственно будет помогать скажем так не самым бронелобым воителям нургла с тяжелым оружием понятно я прочитал и рассчитывал что хорн не будет стрелков особо спаивать идем где-то в центр вот так вот здесь мы идем сюда по возможности нападаем на точку 3 этот центр у нас группировка идет на центр захватывает точку 2 а точку 1 мы пока милостиво дарим нургу если присмотреться нургл идет сюда тяжелыми войнами хаоса поэтому жабы от греха подальше убегают на двоечку чтобы не биться об этой тревко оружие но аскарсбрандт несется вот здесь я хотел бы немножко объяснить прислужники имеет отличной стрельбой обладает отличной стрельбой соответственно мы ее не используем сразу потому что всего два выстрела избранные нургла с тяжелыми сикерами пошли меситься с кровопускателями здесь мы держимся 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 понятно что у скарбранда задача очень простая как у классической all-in раз и он сейчас будет хантить моего фестуса вот я попутно какашками от забрасываю его войска чтобы подсобить своей пехоте ну и жду когда скарсбрандт наконец-таки разомнется и пойдет разминать уже нургла тем временем я не трачу ресурсы а коплю их на что правильно на защитничка тут же хотелось бы обратить внимание вот на этих пацанов они буду сейчас вот так прорывать фланг соответственно мы здесь пытаемся удержать тонкую красную линию обороны тонкую зеленую линию обороны вот зато здесь у нас полная в общем-то подкрепа я даже светилище отправляют оптаться по дуболомом потому что они не очень нужны не знаю зачем он собачек бросил видимо решил использовать все силы чтобы размять центр но это же все таки разносчики чумы пацаны держатся ну все пошел скарсбрандт давать тумаков но опять же от активной обилки я ему сбросил натиск поэтому соответственно скажу брандт нормально продамажить не смог а теперь смотрите что происходит мои гниющие толстячки с аппетитом смотрят на спинку нургла и давай его настреливать и шутки шутками а 40 процентов здоровья уже 50 нема надо продержаться тем временем здесь мы умудрились в когтица отрыжкой демонов в тяжелую кавалерию это прекрасно тяжелая кавалерия не любит агрессивную пехоту толстячок уже занервничал проведь потерял почти все здоровье и как нельзя вовремя наш помощник в доспехах где он вот он несется родимая на удивление сильный в миле товарищ и скарсбрандт по счастью летать не умеет недооценил он конечно недооценил центр тем временем разуплотнили скарсбрандт зря отвлекся на самом деле на фестуса фестус отчаянно себя хилит герой тем временем отзываться ему в жопку и обратите внимание все здоровье нам а у босса качалки здоровье уже заканчивается здесь мы из последних сил цепляемся цепляемся держимся кто-то отползает светилище пытается выползти чтобы вы не размяли раньше времени скарсбрандт начинает о чем-то задогадываться и удирать это очень хорошо здесь мы вдогонку бросаем жабок жабки дешевые и быстрые и могут напинать пехоте это хорошо за это я их и люблю герой понимает что за скарсбрандтом он чуть не успевает у него скорость 80 у героя скоро 72 поэтому решаем добить элитную нашу вражескую кавалерию рорную как отцы говорят рорная кавалерия попала потому что их травят они быстрые скарсбрандт немножечко переводит дух собирается силами а здесь выходит кровавый жмец милишник достаточно странно зачем он здесь вышел потому что он пеший и видимо хотели по быстренькому светилища запинать но светилища мы так просто не отдадим я уже вижу и направляя возвышенного героя нургла скорбрандт слишком долго приходил в себя и оставил свои войска в меньшинстве одну точку держим на вторую мы сейчас будем посмотрите что у него осталось собачки и все а мы сюда прибегаем нашими тяжелыми войсками спаунится еще одни отвержены нургла невменяемые когтистые быстрые пацаны них задача простая добежать и навалять понимаю что уже никак не успеваю ну хотя бы постоять просто застенчиво подержать точку здесь идет от грех и жопа воинское светилище на получала люлей от скорбранда и потихонечку отползает однако сказать брат конечно догорает его задача нанести максимум урона ну и все собственно говоря партия сделано у меня преимущество в центре я захватил центральную точку и в общем-то концепция нургла такая нужно держаться потому что подкрепление всегда прибудет слишком поздно ну и отверженные какая-никакая быстрая подкрепа гораздо предпочтительнее собачки конечно мега мясные так долго держаться что у нас здесь очередной сквад берсерков воинов хаоса очень конечно неприятные пацаны трачу дыхание только для того чтобы замедлить и сбить им немножко чарджа это моя любимая картина жабы напрыгивающие вокруг человечков и пытающиеся их сожрать светилище немножко отхилилась ну и здесь у нас соответственно три отряда против 1 конец достаточно предсказуем собачек мы добиваем фестус любимый наш отбивается центр держим кстати да я забыл сказать чтобы на единички не скучали я туда отправил очень толстого монстрика который вот моя просто любовь обожаю эту веселую позитивную скотину которая вот так вот клочки по закоулочкам раздирая отряд противника ему конечно самому уже досталось бы здоров однако один против двух он худо-бедно держится жабы пробег но призванные жабы пробегая через лес пошли почему-то узенькой линеечкой как это муравьиная дорожка вот сейчас было будет зряшный поступок потому что жабы будут чарджить а да ну да даже и так нормально решил что это новый вид мясных комариков жабу с огромным аппетитом накинулись не теми конечно надо было чарджить вот здесь ошибка со стороны противника потому что у твари нургла бронебойность и она постепенно наминает воинов хаоса а жабы как раз специализируется на борьбе с пехотой и чарджет собачки конечно здесь не вовремя прибегают прибегают хорнадские смотрим что у нас тут происходит здесь у нас битва накалки сюда прибежали уже неистые наши от роде нургла это просто куча мяса который машет руками во все стороны раздавая люли на третьей точке мы отбились саня мы отбились и будем стоять здесь до посинения этот отряд гниющие прислужники напоминаю еще скажет бранду нагадил здесь я бросаю магию давайте посмотрим очень смачно вот надо выдавливать прыщи или не надо как вы считаете пацаны поняли что все пропало и уже смазали лыжи вазелином здесь мой дуэлянт на коняшке с натяжка будет уничтожать просто дуэлянта хорна в общем уже при первой затычки хорна понял что ему нехорошо и прилег отдохнуть лошадка топчет сверху с топориком ему приходуют тем не менее начало партии было таким тяжелым что противник долгое время занимал больше большую часть контрольных точек и сейчас я в роли догоняющего хотя и контролирую две точки здесь вцепились какой хороший отряд войны хаоса хорна просто держится зубами постепенно разгрызая противопехотного монстра я вывожу свою любимую мобильную артиллерию давайте посмотрим он красуется собой еще красуется собой а стрелять это будешь парень тебе уже приказ дан ну пацан в чем проблема то он чувствует что еще не время наконец-таки зелененький туман до тем временем тварь нургла конечно же уже потеряла всякую волю к жизни месяца почти всю игру и надоело в одиночестве она чувствуется в один очень одинокость и неброженность мы не стесняемся лупасимы туда-сюда приходят очень мрачные парни одну пачку таких уже удалось разуплотнить нечеловеческими усилиями и вот приходит еще одна пачка противник понимает что не должен и не хочет отдавать последнюю контрольную точку иначе его песенка будет спета мы же тем временем как раз ползем начинаем штурмовать сюда идут и отродья хаоса и жабки опять вот смотрите как они устраивают муравьиную дорожку однако воинов хаоса с парным оружием они прочарживают более-менее неплохо пока они валяются и разлетаются они не атакуют а это значит что мы их можем немножко погрызть тем временем моему избранному минотавр объяснили что он был неправ врываясь сюда и уйдет или не уйдет мне кажется не судьба но это уже не собственно важно все таки две точки контролирую за третий идет активными силово я вижу что стрельба дает больше урона своим чем чужим глобально выглядит все как-то так здесь мы здесь мы они здесь противник видя что пока до меню у него больше очков цепляется со страшными силами за последнюю точку а я решаю немножечко размять собачек морали у них мало брони никакой соответственно они уже горят но продолжают грызть моих отродье отродье молодцы еще могут пошить их задача просто сдерживать войска пока здесь войны хаоса рубятся по-пацански лоб в лоб с минотаврами и шавками с точки зрения войны с нурглом не понимаю зачем ему так много шавок потому что они не вывозят здесь во время вижу этих чертовых чуваков которых третий раз уже наверное опрокинули вот в такие моменты жабы мне нравятся тонкую красную линию они просто опрокидывают противник продолжает гнать своих мясные отряды ну и я уже спамлю на последние копеечки закупаюсь минотавры все еще стоят вот это конечно ядро армия с тоски уже просто бросаю в бой все отличный зал отличный зал дружище ты молодец ты выкосил больше своих чем чужих любители коротких топиков зеленоватой кожи несутся затыкать бреши в обороне в общем то противник продолжает спаунить отряды здесь войны хаоса хорна уже спокойно застенчиво стоят а главное если обратите внимание то моих войск зоне захвата нету я это понимаю и решая форсировать события потому что по сути . даже не пытается быть перекапленной хотя наших войск в теории больше вообще грабители нургла с тяжелым оружием показались мне очень интересным отрядом я их раньше недооценивал наш перемалыватель душ весьма даже неплохой отряд рукопашные стоит конечно как чугунный мост однако посмотрите на результаты его работы большая часть это он намолотил не могу не выразить восхищение минотаврами хорна какие прекрасные крепкие просто райт кликовые пацаны отправил и забыл здесь уже начинаю просто тупо забегать на точку жабы вперед в которой уже чаржит этих воинов хаоса отрижка демонов перепризвана она увлеклась погоней пошла сюда и и было дешевле продать и снова купить чем возвращать и все-таки войны хорна с парным оружием передумали увидев все эту шатю братью решили мы соберем черепа дальше лучше чужие черепа чем наших хорну минатос отступают но еще вернуться понимая это я скоро отправлю жабок их до грызать за жопку тем временем враг под шумок загнал шавок и теперь моя элитная армия гниющие прислужники из последних сил дерется с ними вот теперь у меня full cup точнее full control и противнику остается только цепляться однако разрыв все еще небольшой и если я дам оплор маха то противник вполне сможет вот мы прогоняем минатосов они едва не вернулись но жабы все-таки отпугнули наконец-таки противник решил пользуясь немного большей мобильностью попытаться побороться за точку но было уже слишком поздно ну вот феста с прямого урона особо не нанес зато он вынудил двигаться с карцбранда эти пацаны просто совершили невозможные удержали точку практически в одиночку эти пацаны вообще отлично отработали просто окупились почти два раза во многом за счет стрельбы в спину с карцбранду во многом за счет того что рубились до последнего под воинским святилищем воинское святилище конечно проявила себя как бесконечный бочонок с хилом но еще и плюс я умудрялся ими ходить противник много залился пытаясь его выпилить отлично себя проявили войны хаоса стяжи ружием просто оба смотрим на подкрепление soul grinder конечно же мог бы и лучше мог бы и лучше но слишком уж дорого он стоит почти в полтора раза до больше чем полтора раза купился возвышенный герой нургла отрижка демонов окупилась меньшей степени потому что я их немножечко потерял отродья задачу свою выполнили рубились окупились в ноль ну и конечно же отверженные нургла просто отлично от себя проявили тварь нургла оттянула на себя кучу внимания выиграла стратегическое преимущество лягухи лягущих и себя просто хорошо проявили они в среднем отлично окупились и вот это неожиданно грабители нургла с тяжелым оружием показали себя хорошо